друзья делать резервную копию мы будем через приложение командная строка которая есть в каждой операционной системе windows итак друзья давайте начнем первое что нам необходимо сделать это запустить командную строку от имени администратора приложение командная строка у нас находится по умолчанию в меню пуск давайте откроем меню пуск прокрутим немножко вниз и откроем папку служебные теперь правой кнопкой мыши мы щелкаем по приложению командная строка и в дополнительно мы выбираем запустить от имени администратора друзья если по каким-либо причинам впуске у вас отсутствует приложение командная строка может вы удалили из пуска данное приложение то командная строка находится на диске c папки windows в папке system32 давайте найдем эту папочку вот она данная папка system32 и здесь уже можно прокрутить вниз или лучше воспользоваться поиском и здесь набрать cmd поиск успешно справился задачей вот она приложение командная строка правой кнопкой мыши и запускаем от имени администратора давайте свернем ненужные окна друзья давайте немножко отвлечемся и зайдем диспетчер устройств я вам кое-что объясню мы зашли диспетчер устройств windows и вот тут как раз таки отображается все оборудование нашем компьютере если у вас здесь нет никаких восклицательных знаков то естественно можно смело делать резервную копию ваших драйверов после того как вы сделаете резервную копию драйверов вы переустанавливаете windows и в два щелчка мыши вы восстанавливаете все драйвера и у вас будет полноценная рабочая операционная система все оборудование будет работать как и работала до переустановки windows как мы видим здесь нет никаких у меня восклицательных знаков у вас я надеюсь их тоже нет и давайте теперь перейдем непосредственно к процессу создания резервной копии ваших драйверов что нам первое нужно сделать давайте зайдем на диск c и создадим папку под названием резерв резерв drivers отлично мы создали пустую папку друзья вот как раз таки в эту папку сохраним резервную копию наших всех драйверов давайте приступим непосредственно к уроку и введем следующую команду ссылку на команду я оставлю в описании под видео давайте напишем следующее дизм ставим пробел слэш онлайн пробел флэш экспорт драйвер пробел 10 и меньше теперь друзья внимание ставим двоеточие теперь друзья мы должны указать путь к папке который мы создали на диске c нее и будет сохраняться резервная копия всех наших драйверов прописываем путь диск c двоеточие и пишем резерв drivers давайте проверим правильно ли я указал резерв драйвер обратите внимание можно с маленькой буквы и теперь друзья мы нажимаем enter теперь запускается система дизм и сейчас все драйвера будут экспортироваться в данную папку мы можем наблюдать данный процесс он занимает немножко времени как мы видим один из 28 14 из 28 и будет по порядку экспортироваться 15 из 28 вот отлично мы видим 25 из 28 мы можем уже зайти в папку drivers и видеть какие-то результаты вот они наши все драйвера проверяем экспорт 28 из 28 соответственно все наши драйвера были успешно экспортированы в папку резерв drivers теперь мы можем друзья закрыть командную строку exit пишем друзья давайте я вам покажу второй способ как сохранить все драйвера с помощью powershell для этого мы запускаем утилиту powershell правой кнопкой мыши по меню пуск и запускаем windows powershell от имени администратора и вот тут мы как раз таки тоже вводим следующую команду ссылку на команду я оставлю в описании под видео и обратите внимание на путь то есть c drivers я перед этим создал еще одну папку и назвал ее drivers вот сюда как раз таки powershell будет импортировать драйвера теперь друзья мы нажимаем enter и вот тут как раз таки немножко нужно подождать и друзья пока делается резервная копия драйверов через powershell мы уже можем этот процесс наблюдать сразу вас предупреждаю что немножко нужно подождать давайте посмотрим сколько весит папка резерв драйвер с которую мы создали и закинули туда все драйвера помощью командной строки заходим свойства почти 4 гигабайт соответственно вот столько и занимают место ваши все драйвера но давайте вернемся как ну powershell как мы видим утилита отлично справилась можно даже проверить размеры папок давайте зайдем свойства папки drivers мы видим размер данной папки 3 889 и теперь давайте зайдем свойства папки резерв drivers то же самое 3 889 отлично друзья с помощью двух способов мы научились делать резервную копию наших драйверов итак друзья что я порекомендую сделать первую очередь если у вас есть юсб флешка или переносной юсб диск или 2 обратите внимание второй жесткий диск который подключен компьютеру вы можете перекинуть данную папку с драйверами на эти носители я подключил флешку перекину данную папку на флешку объясняю почему нажимаю копировать и отлично данная папка с драйверами копируется на мою юсб флешка только вы начнете переустанавливать windows все данные на диске c будут потеряны соответственно мы делали резервную копию драйверов на диск c получается так что смысла в этом не было вы не сможете восстановить свои драйвера даже если у вас есть дополнительный раздел у диска я все равно рекомендую копировать на флешку но друзья если у вас второй жесткий диск вот как у меня вот это у меня ssd диск поделен на два раздела а это у меня уже 2 обратите внимание 2 как только вы переустановите windows 10 с этого раздела пропадут все данные друзья и давайте перейдем ко второй части нашего урока как сохранить драйвера windows 7 для этого нам необходимо просто зайти на диск c и зайти в папку windows и друзья я вам рекомендую сохранить три папки и первая папка это папка info в ней находится драйвера давайте и скопируем создам на рабочем столе папочку и назову ее drivers и в нее мы засунем первую папку с драйверами и перейдем давайте в еще одну папку system32 и сохраним папку drivers и driver store также нажмем копировать и сохраним нашу папку на рабочем столе после того как все драйвера скопируются в нашу родительскую папку drivers мы данную папку перекидываем на нашу flash я думаю вам не надо объяснять как скопировать папку на flash друзья отлично мы справились данной задачи мы научились сохранять и делать резервные копии драйверов операционных системах windows 10 windows 7 друзья в следующем уроке ссылку на уроке оставлю в описании под этим видео я покажу вам как работать с данными папками то есть мы научимся восстанавливать драйвера с этих папок на новую операционную систему windows надеюсь урок был полезен ставьте лайки подписывайтесь на канал